Ну да, они участвовали в криминальной схеме. Это не вполне их вина, потому что им государство такие правила игры предложило. Ну да, они участвовали, именно поэтому они, когда сейчас президент приходит на съезд олигархов, так называемый, постоку они стоя аплодируют до потери сил. Так было только при Сталине, когда все аплодируют и смотрят друг на друга, кто первый перестанет хлопать. Вот они все, standing ovations, милое дело. Сейчас, посмотрите, как появляется перед ним везде. А почему? Потому что эта краса и гордость нации, она сформировалась именно таким полукриминальным образом. Но это не их вина, еще раз я говорю, или вернее не только их вина. Я вообще их разделяю на две части. На те, кто участвовал вот в этой приватизации, которая была предложена правительством, но на мой взгляд вообще любой бизнесмен, если он вообще-то хоть бизнесмен, он любой бы принял участие, когда можно за 100 миллионов купить компанию, которая стоит 30 миллиардов, просто любой. А дальше они разделяются на две части. Те из них, которые создавали условия и проводили такую политику, в результате которой убивали людей, в прямом физическом смысле слова. То есть, был передел собственности, прямо основанный на убийствах, похищениях людей, насилии над личностью и так далее, и так далее. И были те, которые в этом все же не участвовали. Вот это два разных сюжета. А так суть-то одна и та же. А так суть-то одна и та же.